Дорогие друзья, коллеги присутствующие, время летит быстро и вот уже почти пять созывов Законодательного Собрания Криворского Края становятся историей. Историей регионального парламентаризма, за которую нам, думаю, не стыдно. Поэтому разрешите поздравить вас с двадцатилетним деятельностью Краевого Законодательного Собрания Высшего Законодательного Органа Государственной Власти Приморского Края. Из пяти созывов Законодательного Собрания Приморского Края приходилось решать непростые вопросы. Депутаты трудились и в отсутствии достаточно федеральной нормативной базы и в условиях дефолта 98-го года. Криворский Края сегодня хочет жить здесь, мечтает не открыть свой бизнес и построить свою семью в Приморском Крае. Вот мы попросили наших читателей задать какие-то вопросы через нас вам. Никто не написал вопрос, только написали «Пир во время чумы». «Пир во время чумы» — это чартер в Таиланд. Я думаю, что зрители вашего сайта согласятся с этим. А то, что мы собираем в Большом Зале Краевой Администрации и депутатов, а потом встречаемся в столовой той же администрации, на мой взгляд, это нельзя назвать «Пир во время чумы». Ну как вам в целом церемония-то понравилась? Великолепная. Великолепная. И поэтапно воспоминания о каждом этапе и о первом становлении фундаменте. О тех, кто совершенствовал работу от первого до последнего дня. Вот такая история нужна людям, чтобы воспитывать на том, что у нас все-таки есть демократия и есть парламент. Вот говорят, они все депутаты оторваны от жизни. Они летают где-то в облаках. Вот спросите у них цены на гречку. Сколько сейчас стоит гречка? Гречка 10 пакетов, 156 рублей. 10 пакетов в магазине. Тройка. Заходите. 10 пакетов, 156 рублей. Я отслеживаю внимательно. Потому что у меня другая работа сейчас. Я выполнен по правам человека. И мне это очень интересно. Вы чем-то особым гордитесь за время своего нахождения в парламенте? Какое-то есть отделение? Конечно. Я очень горжусь третьим созывом, когда по поручению своих коллег я руководил законодательным собранием. И я считаю, те успехи, которые были именно в третьем созыве, они нашли отражение в дальнейшей нашей работе. То есть мы действительно очень много уделяли внимания взаимоотношения с муниципальным образованием, помогали им. Много очень ездили по краю, были в курсе всех тех проблем, которые есть на территории. Как настроение? Ну, как праздничное. Про чем, что вы предлагали отказаться от зарплаты депутатам и почему-то вас не поддержали? Вы по-прежнему считаете, что... Помощников депутатов, чтобы они не были прямыми родственниками. То есть не было связи. Я так точно считаю до сих пор. Более того, мы сейчас рассматриваем, что, наверное, не нужна всем депутатам зарплата. И в этом отношении можно было бы более рационально распориться денежными средствами. А на что жить народным избранникам? Нет. Но дело в том, что народный избранник, он же стал народным избранником не потому, что его назначили. Человек идет осознанно в этом отношении. Он понимает, почему мы и говорим, что должна быть определенная категория, которая может получать деньги. А остальным, я думаю, что могут без этого обойтись. Но если у вас не будет зарплаты, то вы не заметите вот отсутствие? Я не получал никогда ее. Поэтому я и не замечаю, и не применяю. Вы других хотите отнять? Нет. Дело в том, что посчитаю, что это, наверное, более правильно. Спытливые комментаторы заметили, что вы сидели рядом с прокурором Приморского края, а сегодня прокуратура вынесла вам представление о том, что набережная не убрана. Вот у них там какие-то сомнения. Вы что можете сказать по этому поводу? Еще не знаю. Еще не знаю. Не видел представления. Не договорились ни о чем? Я не видел представления, не знаю. Поэтому не могу ничего сказать. Ни о чем не разговаривали в процессе? Мы разговаривали о законодательном собрании. Поэтому...